Привет друзья, меня зовут Евгений Набокко, если кто со мной не знаком. В моих видео вы часто видите невероятные красоты Северного Кавказа. И у меня для вас классные новости. Теперь вместе с нами вы можете покатать по этим локациям на своем или на нашем мотоцикле в сопровождении опытных гидов. Конечно, мы сначала все тестируем на себе и своих сотрудниках. Это видео это как раз тот случай. И, пользуясь моментом, я буду ездить сегодня на Racer XVR 300, впечатлениями о котором и поделюсь. Давно хотел снять обзор на этот незаслуженно обделенный вниманием мотоцикл двойного назначения. Друзья, у нас сегодня не обычная рядовая покатушка, а видео со смыслом. И смысл в том, что у нас сегодня стоит две задачи. Первая, это сделать тестовый эндуро тур. Да-да, мы запускаем внедорожные эндуро туры на лайт эндуро мотоциклах, ориентированный в большей степени для новичков, но есть и хард эндуро, кстати. И вторая, вернее, задача, это протестировать вот этот мотоцикл. В начале я еду на своем рейсе рейнджер, Аки Утка. И наш путь пролегает по весьма живописному мостику, через заросли деревьев и реку. Отличный тест на баланс, между прочим. Выехали мы в наш тестовый тур и хочу рассказать одну интересную вещь, вернее показать. Зацените, какая прекрасная грозовая туча. Вот это, мне кажется, даст нам жару. Но посмотрим. Но красиво, красиво, конечно. Ничего не сказать. Ну чего ты шумишь? Мишка. У нас сегодня такой разведывательно-форматный мототрип, можно сказать. Так, главное тут не потопить моты. Ищем новые маршруты, разведываем направление и любуемся этой грозовой тучкой. К слову, в прокате у нас мотоциклы двойного назначения, легкие, 250-ки, максимально, так сказать, адаптированные для новичков. Собственно, сегодня наших новичков мы и катаем. Это Дима, сотрудник нашего магазина, и Валентина, наш контент-менеджер. Испытываем, так сказать, на них. АПuh. Это Racer XVR Лично мне этот мотоцикл очень нравится Но видео или тестов Или какой-либо информации про этот мотоцикл Найти очень сложно Поэтому моя задача сегодня Сделать на него обзор Так сказать, в действии Расскажу все его плюсы И, несомненно, минусы Уверен, минусы в нем найдутся Как и в любой технике Пару слов про характеристики Racer XVR Это мотоцикл двойного назначения Dual Sport или же Soft Enduro Кому как нравится Созданный в первую очередь для таких вот локальных путешествий Архаичный двухклапанный двигатель Воздушно-мастерного охлаждения С маркировкой 170FMN Фактический объем 270 кубов И мощность около 20 лошадок Оснащен балансировочным валом Для снижения вибраций И, несмотря на меньшую распространенность Это прямой конкурент 172-го мотора от Зоншен Ставится на такие хиты, как Рейсер Пантера 300 А также Роллес, Моталенд и другие Кстати, Моталенд CRF Enduro Это, собственно, немного перелицованный Брат-близнец этого байка Так что все сказанное актуально и для него Подвеска Спереди вилка перевернутого типа Сзади моноамортизатор с прогрессией Что редкость для Soft Enduro в этом бюджете Обычно все моты без прогрессии Колесная формула 2118 Бак на 9 литров, но это не точно Но расход у него, правда, мизерный Так что должно хватать километров на 250 Сухой вес 128 килограмм Снаряженный уже ближе к 140 Но это все сухие цифры Так что погнали проверять его в естественной среде обитания Да, ребятки, сегодня какая-то просто эпичная красота Очень красиво А еще я только что обнаружил, что с моим ростом метр семьдесят четыре В нем просто мега удобно ехать в стойке Он довольно узкий, в отличие от Рейнджера того же, кстати В районе бака И то есть не надо ноги колесом делать У меня на Рейнджере Прям надо так хорошо ноги скруглить, чтобы стоять Широко расставив ноги Здесь же нет, здесь стоечка, просто песня Это на горизонте Джинальских хребет Мы едем на вершину верхней Джинал И вон там, маскируясь под облачко Виден дедуля Эльбрус А ну-ка, подъедем к нему поближе Посмотрим Если он совсем в облачко не превратится, конечно Ну, управляется он абсолютно Как утюг И в формате турэндуро это несомненный плюс Он держит траекторию мега хорошо, видимо За счет довольно длинной базы И крутого выноса руля Вернее вилки Рулить им практически не надо Просто за руль придерживаешься Но нужно его прям заставлять поворачивать Если как бы делаешь вот контрруление Он, конечно же, послушно ввинчивается Но, скажем так, на интуитивно понятном уровне Как обычно это бывает у новичков Поворачивать на нем не так уж и просто А вот ехать прямо Очень даже хорошо Короче Изучайте контрруление И будет вам счастье Это, в общем-то, актуально Для абсолютно любой техники Ох, какие красоты Мама дорогая Я уж было расстроился Что абсолютно солнечная погода Которая держалась Неделю Сегодня может нас подвезти Но нет Сегодня Даже более эпично Так что я считаю Тур уже удался Так сказать Тур у нас Формат выходного дня Съездить На денечек Или на несколько часочков Вот Такими красивыми Лайтовыми Маршрутами Полюбоваться видами Любоваться Есть чем А вот, собственно Перед нами Красавец Верхний Джинал Верхний Джинал Верхняя точка Ставропольского края Ах, Дима По триалу пошел О, она в стоечку даже Пытается вставать Молодец Коняшки Надеюсь, мы их не побеспокоим Он же, ребят, сколько У коняшек Они тут на вольном выпасе А чем хорошо Эти мотоциклы Тем, что У них очень тихие глушители И даже проезжая В такой близости От лошадей Мы Собственно Животных не беспокоим Это Большой-пребольшой плюс Так, посмотрим Дима куда поедет В лоб Или Левее объедет Я хочу Заехать в лоб На видео, конечно же Не видно Ну, подъемчик тут такой Крутенький Не, Дима тоже в лоб Молодец Ох, тут прям Тут прям надо Поработать Красавчик Да я думала, ну че я буду, блин, нет? Молодец Вот тебе в награду вид Просто максимально эпично Как классно Как красиво Эльбрус видно, как на ладони Я чисто так понял На интуиции Чисто Вторую потом резко перерываю Ну ты молодец Не сдюжил, как говорится Я думаю, надо, короче Ну там такой прям рабочий Такие промоины, да? Да, я думаю Я сейчас улечу Да Кайф Смотрите на него На тебя Что такое Наэлектризовался или что? Капец Видно, здесь электризуется У тебя волосы вот так Смотри, статика Даже у тебя, Дим Да, да, чувствую Тут на вершине горы Видно сейчас это Предгрозовое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо этому месту Итак, попытка номер два Попытка номер два ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, в стойке Я прям наслаждаюсь этим мотоциклом Красоте никакая Но недостатки у этого мотоцикла Есть В первую очередь Это жесткое сцепление Я не понимаю, почему оно тут жесткое Возможно, его надо смазать Тросик, я имею в виду Возможно, перепроложить этот самый тросик Потому что, потому что у меня на рейнджер Потому что у меня на рейнджере она очень мягенькая Хотя вроде ручка все то же самое Здесь жесткая И, конечно, заводские грипсы Просто отвратительные Вот что-что Их я бы поменял бы сразу В остальном Даже я бы не сказал, что подножки тут скользкие Стоять реально кайфово Потому что Вот в этом месте, в центре Где ноги проходят Мод, повторюсь, узкий И прям Ну, кайф, кайф Что можно сказать? У него реально мягкая подвеска В отличие от, например Мега популярного рейсер Пантера 250 или 300 Где нет прогрессии Там, чтобы подвеска работала Ее зажали довольно сильно А там жесткий мотоцикл А здесь прям очень комфортно А здесь полностью Нет, не полностью Вру Задний амортизатор с прогрессией Регулируемый Вилка Нерегулируемая Ну, мне кажется, этого и не надо То есть, гармонично тут работает Мод прям Равномерно так Прожимается подо мной Конечно же, всегда надо учитывать Тот контекст Что этот мод стоит Чуть больше 150 тысяч На время от времени Он то дорожает, то дешевеет Ну, скажем так До 200 тысяч рублей И среди ему, скажем так Подобных Он далеко не самый худший Я бы даже сказал Может быть, наверное, один из лучших Его прямой конкурент Это Регул Мото ТЕ Или Турендура Если говорить полностью В принципе Похожий мод Но двигатель Здесь, если стоит 170-й То на Турендура Там стоит Зоншин 175-й С балансиром Которые, конечно же Более распространенные И запчастями на него попроще Но, скажем прямо Проблем с запчастями На этот мотор Тоже нет никаких У нас они В наличии есть Того, чего нет Без проблем Можно завода заказать Наверное, уже можно Какие-то выводы Итоги промежуточные Подвести Про этот мотоцикл Геометрия У него Добротная Назовем ее так То есть для Мотоцикла Двойного назначения Который создан Для путешествий Для каких-то Более-менее Скоростных участков Вот типа такого То есть это его Кстезя Как раз вот такие вот Дороги Где-то по полю Где-то по горам Здесь ему прям хорошо Так вот Траекторию он держит Как я уже говорил Как утюг Это плюс Но рулится За счет этого Ну реально Надо прям Его заставлять Поворачивать Это конечно же Минус Тут как говорится Палка В двух концах Вот Двигатель Однозначно зачет Очень сбалансированный Двигатель Вибраций Минимум Тяга Вполне себе Присутствует Учитывая Что тут Двадцать лошадиных сил Ну в общем-то Как на всем известном Сто семьдесят втором Моторе Может быть даже Крутящий момент Здесь немножко Побольше За счет объема Как у Сто семьдесят пятого Мотора Подвеска Мне тоже Понравилась Тормоза Ну тормоза Тут такие же Как в стоке На рейнджере Я говорил Еще В обзоре На рейнджер Что тормоза Самые дешевые И машинку Лучше поменять Либо Под брембо Ну либо И G1 Сейчас наверное Лучшие китайские Машинки А задние Вполне себе Ничего так Тормоза Вполне себе Можно С ними ехать Руль Двадцать восьмой Взрослый Уже стоит На сайлентблоках Это Тоже плюс Что еще сказать Наверное Это все Что нужно От этого мотоцикла Харт на нем Конечно катать Точно не стоит Пластик Жесткий Я думаю Сломается Сразу При хорошем Падении А вот Куда-нибудь Поехать Полюбоваться Видами Можно Со вторым Номером Это сделать Кстати Тут сидение Довольно Длинное Кстати Еще такой Интересный Момент Про сидение Когда этот Мотоцикл Стоит Рядом Со своими Конкурентами Визуально Сидение Здесь Менее Комфортное Чем Например Ну С тем же Регул Мото Те Там оно Прям Такое Диваноподобное Или вот Как на Ренджере Вот Визуально Здесь сидение Намного Уже Но Если честно Из практики Я бы Наверное Сидение Махнул бы Это Это То Которое Стоит На Ренджере То есть Здесь Лучше Другими Словами Оно Хоть И Уже Но Вот Мы Уже Ездим Весь День И Мне Комфортно Короче Сидение Тут Однозначно 5 Из Запах То Какой Друзья Просто Сбивает С ног Я не знаю Почему Мы Когда ехали В ту сторону Я этого Не чувствовал Сейчас Просто Максимально Мощно Пахнет Опа Это Было Красиво С Почином Дима Максимально Решил Погрузиться В тест И Испытать Заодно Экипировку У него Под Джерси Само Собой Одета Черепаха Закрывающая Всю верхнюю Часть Тела На Коленнике В штанах Ну и Конечно Кроссовые Мотоботы Куда Без них Говорит Мягенько Говорит Приземлился Вот Почему Крайне Важно Во Время Мото Покатушек Одевать Защитную Экипировку Все Таки Мы Не В Шахматы Играем И Даже Не В Шашки Замечу Ох Как Красивенько На Закате У Нас В Прокате Экипировка Это Обязательный Элемент Блин Подвеска Кайфовая Честно говоря Надо бы Попрыгать Где нибудь И проверить Насколько Она вообще Держит Но По такой Дороге Даже намека Ни разу Не было На пробивание В итоге Дима Провалившись Колею Лапкой Тормоза Задел За Край Этой Самой Колеи И Сделал Сальтуху С Электро Модом Такой Бо Фигни Не Было Электро Мод Просто Не Доехал Ну Ладно Так Тестируем Сейчас Подвеску Здесь Такая Секция Каменистая Самое То Проверить Лишь бы Не сделать Как Дима Блин Подвеска Что-то Тут Прям Радует Я скажу Надеюсь Подвеска Радует Обода Тоже Будут Радовать По Таким Каменюкам Вот Заодно И Проверим Тоже Класс Блин Подвеска Да Тут Мое Почтение Так Господа Господа Испытуемые Ваши впечатления Рассказывай Рассказывай Самый Боевой Вид Прекрасно Это было Супер Хорошо Дмитрий Летчик Испытатель Да Я еще и каскадер Да Захватывает эмоции Честно сказать Маршрут Намного Круче Чем Любые Квадроциклы Там Я не знаю Захватывает дух Маршрут Постоянно Меняется Особенно Нравятся Затяжные Подъемчики Такие Экстремальные А катапультирование Ну и ковырки Соответственно Тоже эпично Ну и Саня Всем привет Сегодня я вновь Испытываю Китайскую Технику Короче Могу сказать Что у Женьки Мотоциклы Очень классные Все обслуженные Ухоженные Кататься Одно удовольствие Сегодня Прокатился На двух Рейсерах Вот Но чуть-чуть Соскучился По ван-вану Ха-ха-ха Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова